Зайдем на youtube, посмотрим что за видео там вышли. Распаковочки. Самая дорогая распаковка антуриумов из Таиланда. Ладно. Растения на 70 тысяч рублей. Ладно. Тоже антуриумы. Что там дальше? Распаковка растений из Таиланда на миллион рублей. Что? Что? Серьезно? Она купила растения на миллион? Что происходит вообще? Как можно тратить столько денег на растения? Всем привет. С вами Оксана. В сегодняшнем видео я бы хотела поговорить с вами о феномене антуриумов. Все чаще они окружают нас. Их предлагают в закупках, их показывают в сообществах, и снимают о них видео. Так же как и в регатной Алаказии, антуриумы завоевывают полки наших коллекционеров. Да что уж говорить. Не только наших коллекционеров, но и коллекционеров по всему миру. Одни люди просто обожают эти растения всем сердцем. Другие же наоборот бесятся до трясучки. Но ни одного человека эти растения не оставляют равнодушными. Так почему же люди тратят столько денег на эти растения? В сегодняшнем видео попробуем разобраться в этом вопросе. Также я постараюсь дать несколько советов, если вы решили окунуться в мир антуриумов. Но прежде чем мы начнем, я прошу вас как обычно подписаться на мой канал и оставить реакции в комментарии. А еще в связи с последними событиями я завела страничку на Дзене и сообщество во Вконтакте. Все ссылки на свои соцсети я оставлю в описании к этому видео. Давайте начинать. Это видео будет посвящено не всем антуриумам, а именно антуриумам с красивой листвой. Я знаю, что у антуриумов с красивыми цветами есть большое количество фанатов и это сообщество существует давно. Там много сортов, но именно декоративно-лиственные антуриумы за последнее время испытывают бум, как мне показалось. И даже не все декоративно-лиственные, а именно бархатные антуриумы. Перед тем, как снять это видео у себя в телеграм-канале, я задавала вопрос, почему вам нравятся эти растения и получила несколько ответов. Плюс спрашивала у некоторых коллекционеров, почему именно антуриумы, а не другие растения, они решили коллекционировать. И мне кажется, я нашла несколько причин о популярности этих растений. Большинство моих читателей указало на то, что им нравятся антуриумы именно за его внешний вид, уникальный, можно сказать. А кто-то даже отмечал фактуру листа, то есть приятный на ощупь лист. Действительно, если подумать, нету, пожалуй, ни одного другого растения, которое бы выглядело как антуриум. Единственное, что приходит мне на ум, это бархатные филодендроны. Но для того, чтобы вырастить крупный лист у этих филодендронов, им необходима опора. А я знаю, что многие люди избегают опор, и в этом плане антуриумам опоры не нужны. Они растут красивыми, крупными сразу, без каких-то специальных приспособлений. Помимо красивых бархатных листьев, у них есть еще одна особенность. У многих антуриумов молодые листья имеют необычный, иногда очень даже яркий оттенок. Это может быть малиновый, розовый, оранжевый. А бывает наоборот, что молодые листья имеют более строгий цвет, например, винный или чернильно-черный. Даже такие антуриумы есть. И этот молодой лист превращается во взрослое состояние довольно долго. Поэтому, если у вас несколько растений, когда они стоят все у вас сразу на стеллаже, эти молодые листья практически выглядят как разноцветная гирлянда. И это действительно очень красиво, и можно сравнить, пожалуй, только с цветами. Так это красиво выглядит. Еще один момент, который мне показался необычным и интересным, это то, что большинство из нас никогда не видели эти растения. Как бы это забавно не звучало. В садовых центрах их не выставляют. Там очень маленькое количество декоративно-лиственных антуриумов. В основном это кристаллинумы. И не знаю, какие еще. Напишите в комментарии. А взрослые растения стоят очень дорого. И доступно лишь узкому числу людей. И поэтому, что остается делать другим людям, это выращивать растения из семян и смотреть на фотографии. И действительно, фотографий этих растений в интернете очень много, и они фантастически красивые. Наверное, это самые красивые фотографии растений, которые я когда-либо видела. Их умеют фотографировать, их любят фотографировать, и их обожают сдабривать большим количеством фильтров. И поэтому иногда непонятно, действительно ли они так выглядят, или это наше воображение рисует каких-то сказочных существ. Следующее, что я могла бы выделить, это простота выращивания. Несмотря на то, что для того, чтобы выращивать эти растения, нужно создать в основном большую влажность, если вы это делаете, то растение не доставляет вам каких-то особых проблем. В отличие от многих других, кстати. Антуриумы растут довольно быстро, без каких-то сложностей, в разных грунтах. Они могут простить вам многое, например, и пересушки, и какой-то неправильный свет. В целом, ничего сложного в их выращивании я не заметила. И более того, растут они довольно быстро. Если все идет хорошо, то лист за листом и с каждым разом его увеличивают. Дарят радость от выращивания. Хотелось бы еще отметить, что многие люди, которые покупают себе декоративно-листные антуриумы, рассматривают их выращивание как некий бизнес. Все дело в том, что антуриумы очень легко опыляются. Как с другими антуриумами, так и даже одно растение можно опылить самого на себя и получить урожай. И когда я говорю об урожае, имею в виду не одно и не два семечки, а десятки и даже сотни. В общем, некоторые рассматривают это в будущем как возможность. Тем более, в России уже есть успешные прецеденты. Большинство людей, которые увлекаются антуриумами, выращивают их из семян либо из крошечных растений. Я сама никогда раньше не выращивала никакие семена, ни помидоры, ни базилик, ничего подобного. У меня нет огорода и у родственников нету сада. Но именно через антуриумы я поняла, какое это увлекательное, интересное занятие. И не зря выращивание именно из семян так увлекает людей в садоводстве, имею в виду. Так же и с антуриумами. Тот факт, что ты из малюсенького растения, из маленькой семечки получаешь большое, красивое, дорогое растение, очень завораживает. И мне кажется, это тоже является одной из причин популярности растений. Ты привязываешься к этой маленькой рассаде и очень сильно радуешься своим успехом. Мол, это же я, я сама вырастила вот это растение. Ну и последнее, что я могла бы отметить в причинах популярности растений, это так называемый закрытый клуб. Может быть прозвучит очень странно, но действительно вокруг этих растений существует некая комьюнити, вход в который довольно дорог. Для того, чтобы начать выращивать антуриумы, мало того, что нужно купить довольно дорогостоящие семена, но и обеспечить растениям условия с помощью витрин, тентов, ну или теплицы. Но, в общем, это не просто взять и поставить растения в комнате. Поэтому в этом сообществе люди не скрывают свои траты, а даже, я бы сказала, гордятся ими. Как вы видите, на ютубе очень много распаковок именно со стоимостью растений. Кстати, про другие растения я такие видео, например, не встречала. Расскажите, может быть, это какая-то распространенная практика. Плюс многие мешают очень дорогой грунт и не экономят на удобрениях. В общем, создается такая атмосфера какого-то люксового выращивания. Не могу судить, хорошо это или плохо, но это просто мое наблюдение. Мне кажется, есть люди, которых привлекает именно вот эта атмосфера какого-то люксового выращивания. С причинами популярности мы разобрались. Так что же насчет цены? Почему эти растения, будучи настолько популярны, до сих пор стоят так дорого? Я постаралась проанализировать информацию, которую смогла найти, ну там поразмыслить, подумать, почему же цена держится так высоко. И нашла, наверное, несколько обеистенений, по крайней мере, попыталась найти. Первая причина это сложность выращивания в промышленных масштабах. И совсем недавно я говорила, что это не очень сложное выращивание растений. Но если мы говорим о промышленном выращивании, когда нужно десятки тысяч семян, то тут все уже не так радужно. Даже в Таиланде, я видела на видео, теплицы выглядят очень хорошо оборудованными. У них есть притенение, есть вентиляция. В общем, подход такой более серьезный, а не просто выращиваем растения в полисаднике, там оно и так вырастет. Помимо сложности выращивания в теплице, есть также сложность получения закрепленных признаков. Все дело в том, что многие антуриумы в основе своей являются сложными гибридами. И поэтому, если мы возьмем такой антуриум и опылим даже самого на себя, то из семян могут вырасти растения, совершенно не похожие на родительское. Просто потому, что может быть часть семян пойдет вообще в дедушек, часть в бабушек, и только часть растений будет в непосредственно родителя. Клонированием эти растения почему-то не размножаются, я имею ввиду клонами в банках. По какой причине, я не знаю, но их очень мало в продаже, в основном размножают именно семенами. Самый надежный способ получить конкретный вид антуриума, это размножением с помощью черенкования. Когда берут ствол антуриума и делят его на несколько частей. Только такой способ может гарантировать вам, что растение будет полностью соответствовать сортовым признакам. Но это очень длительное занятие, на всех не хватит и стоимость у таких черенков очень высокая до сих пор. И пока я не вижу тенденции к снижению, скорее к возрастанию, потому что люди начинают разбираться, им хочется конкретные растения с фотографией, а не что-то совсем другое. И запросы на именно черенки увеличиваются. Ну и главная причина высокой стоимости растений, пожалуй, это рынок сбыта. Все дело в том, что ботаники, коллекционеры, первые селекционеры, они все родом из Америки. Антуриумы в природе живут в Центральной и Южной Америке. И, наверное, поэтому так исторически сложилось, что впервые их описали и вывезли именно исследователи из США. Декоративно-лиственные антуриумы известны там довольно давно. И там существует много питомников с длинной историей и безупречной репутацией. Например, такие питомники, как Тезула, Сильвер Кром Гарден, растения Док Блока. Это все американское. Ну и в Америке готовы платить много за антуриумы, поэтому весь мир платит много за антуриумы. Ну, это мое мнение. Ведь даже в других частях света питомники зачастую покупают родительские растения именно в Америке за много тысяч долларов. И размножая свои растения, они явно хотят отбить эти траты как можно скорее. Говоря о других питомниках, стоит отметить, что существует сложность в получении этих материнских растений. Многие коллекционеры против продажи своих растений каким-то третьим лицам. С ними нужно как-то договариваться. Есть также некоторые коллекционеры, которые против размножения своих растений с помощью семян. Недавно я смотрела видео на канале Only Plants, где коллекционер говорил, что он никогда не размножает свои прекрасные растения опылением, а продает только черенки и только какому-то узкому кругу лиц. Я, если честно, думала раньше, что такое только слухи, что такого не бывает на самом деле. Но нет, вот есть живое доказательство, что многие коллекционеры против распространения антуриумов более широко. Ну что, вы дослушали до этого момента и все еще хотите приобрести антуриум, тогда я иду к вам со своими советами. Что я могу посоветовать человеку, который впервые решил купить антуриум? Прежде чем покупать семена, либо даже небольшой сеянец, помимо названия, узнайте у продавца фотографии родителей. Особенно важно это, если это гибриды. И также я советую покупать маленькие растения и семена у надежных продавцов, которые знают, откуда этот материал к ним пришел. Ведь если у вас случится пересорт, то узнать об этом вы сможете через несколько месяцев, а то и год. В общем, уже предъявлять, возможно, будет некому. Второй важный момент. Я рекомендую всем развивать насмотренность и учиться отличать одни сорта антуриумов от других. Хотя в начале кажется, что они все одинаковые. Так может казаться и продавцу. Продавец может даже не подозревать о том, что он продает пересорт или другое растение. Например, он сам купил его у непорядочного продавца и продолжает эту цепочку. Вы должны учиться отличать какие-то характерные признаки, которые близки каждому сорту, даже в гибридах. Даже в гибридах можно сказать, какие предки были у этого растения и те ли они что заявлены. Также, особенно новичкам, я не рекомендую брать сложные многосоставные гибриды за большую стоимость. Во-первых, вы не знаете, что из этого вырастет и часто их стоимость не увеличивается по мере роста растения. Под сложными гибридами я имею в виду такие гибриды, у которых родители также являются гибридами. То есть это такие длинные-длинные названия. Единственный случай, когда можно, пожалуй, покупать такие гибриды дорого, это когда вы уже уверены, как это растение будет выглядеть повзрослев. Возможно, брать не совсем маленьким сеянцем, а уже подростком или более взрослым растением. Также из этого вытекает и то, что породистое растение не может стоить дешево. Никто не будет продавать дешево семена от растения, которое стоило несколько тысяч долларов. То есть это абсурдно. Скорее всего, это какой-то пересорт или отбраковка. И узнаете об этом вы через несколько месяцев. Если вы хотите конкретное растение, конкретный вид растения, как он выглядит на фотографии, то единственный путь это взять черенок или, как его еще называют, клонкатинг. Просто взять семена от этого растения, которые даже опылили, возможно, самого на себя, не факт, что у вас вырастет то, что вы ожидаете. Сэкономить тут, к сожалению, не получится. И я это проверила на своем опыте. Ну что, такое видео у меня получилось. Надеюсь, оно было вам не только интересно, но и в каких-то моментах полезно. А вы расскажите мне в комментариях, есть ли у вас антуриумы в коллекции? Как вы вообще к ним относитесь, к этому ажиотажу вокруг этих растений? Сама я за последние несколько месяцев, пожалуй, все-таки увлеклась этим видом растений. И мне очень интересно их выращивать и показывать это вам. Так что оставайтесь на зеленой волне. Продолжение следует. Продолжение следует...